Ну не слухи, они официально в сайте написали о том, что ты к ним скоро присоединишься. У меня просто в один вечер телефон без остановки пикал, звонил, сообщения приходили. Я сам узнал только с интернета, с телеграмма канала. Да, все равно интересно. Ну это агент Макс Мулливер попросил там, что типа давайте опция такая. То есть не то, что прям уезжаешь, но есть там... Мулливер, агент тут вообще причем. Всем привет, в воскресенье я побывал в Новогорске на Дне открытых дверей. Тренировались и играли двусторонний матч сборной России. Молодежные до 20 лет, юниорская до 18 лет. И все это в рамках подготовки к международному турниру, который пройдет с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге. Еще там сыграют сборные Белоруссии и Казахстана. Если будете в Питере в те дни, приходите, посмотрите хоккей на наших молодых будущих звездочек. И кроме этого я побеседовал с Иваном Рябкиным, потому что вокруг него возникло много разных историй в последнее время. Дескать, он уезжает куда-то там в Маскигон, Ламберджекс, какой-то такой клуб. Я напрямую у Ивана об этом спросил. И, кстати, с тренером молодежной сборной тоже поговорил. Там интересные дискуссии у нас возникли, есть ли лишний вес у Рябкина или нет. Сам Иван сказал, что у него с весом все в порядке, он чувствует себя комфортно. Но это видео я вам прилагаю, посмотрите, изучите. Поехали! Очень интересный контент о молодых ребятах и конкретно об Иване Рябкине. Рады тебя видеть в сборной. Капитан юниорки, да? Насколько тебе приятно с ребятами своего поколения играть вместе и быть лидером команды? Ну, очень приятно. Давно не играли вместе все-таки. Почти все с разных команд и долго, наверное, ждали этого сбора, чтобы поиграть, получить удовольствие. Какие у тебя личные есть цели на вот эти дни в Питере? Понятно, что, наверное, нет такого высокого спортивного именно такого обыграть, но насколько там практику получить вот это все? Ну, а почему нет задачи? Задача есть, выигрывает только. Выигрывает турнир? Да. Что ты скажешь про это поколение? Потому что у нас ребята, которые есть чтобы собрать всех в молодежный сбор, начиная с Демидова, который там идет лучшим новичком лиги, и всех-всех-всех. Какая была сильная команда? Потому что, мне кажется, это очень издающееся поколение. Все там, Мячков. Представляешь, на молодежном чемпионате мира бы выступали. Ну, каждая команда по-своему сильная. И вот вы говорите, что пятый год, шестой сильный, ой, четвертый сильный были, чемпионат мира там. У нас просто нет чемпионата мира, так бы мы тоже проверили и побились бы там. Могла быть очень, да, такая мощная сборная? Я думаю, что мы не выступали бы ничего. Насколько лично тебе не хватает в развитии практики в КХЛ? Потому что мы видим, как тот же самый Демидов вышел на новый уровень благодаря тому, что ему доверяют, он играет. И это очень важно именно в таком возрасте. Поживем и видим, посмотрим. Главное не падать духом и работать. Когда ты вот эти редкие смены в КХЛ получал, ты чувствовал, что в этой лиге можешь играть? Вообще спокойно. По физике получалось все? Конечно. Она может быть быстрее, чем юниорка, чем молодежка, чем ВХЛ. Чем она отличается, как ты видишь? Или в принципе все то же самое, только у мастеров побольше? В ВХЛ почти ничем не отличается, просто в КХЛ мастерство чуть выше. А так и там, и там хороший уровень. Тренеры что тебе говорят? Потому что очень непонятно, почему ты не играешь. Это был момент, когда, знаешь, Динамо начало не очень хорошо. Там турбулентность, там даже Комтуа сажали. Что конкретно тебе сказали? Ничего. То есть просто… Работаю и все. И отправили в вышку или в МХЛ? В МХЛ, потом в ВХЛ. Как ты относишься к тому, что лифт то в одной команде, то в другой, то в третьей? Это тяжело? То есть то в одном городе, то в другом? Или, знаешь, как солдат? Где есть там… Наверное, так. Как солдат. Отличаются там требования в других лигах? Например, где-то тебе дают больше свободы игрового времени. Или, знаешь, как по рельсам ты должен делать вот это, вот это, вот это. В МХЛ такого вообще нет у нас. Команда игровая. И по статистике видно тоже. Мы сейчас идем на первом месте. Многое позволяет. Просто, как говорят, играй. И не отбрасывайся. Как объяснить это? Просто играй в икей. Своё удалось. Ну, ты ждешь, когда вызовут Динамо. То есть, тебе сказали, где работают. То есть, получается, все зависит от них, от тренеров. Как вызовут, так поедешь. Ну, был бы рад, да. Жду в этом. Насколько для тебя этот год перед драфтом очень важен? Знаешь, потому что год перед драфтом люди проводят его. Кто-то едет вообще там с 16 лет в Канаду, чтобы себя лучше показать. Чем выше тебя на драфте выбирать, тем больше шансов у НХЛ на будущее. Или, в принципе, ты об этом не думаешь и как выбрать, так выбрать? Ну, конечно, хотелось бы хорошо выбраться на драфте. А так моя задача играть в икей и ни о чем больше не думать. Это влияет, в какой лиге ты играешь, где ты играешь или ты думаешь, что не влияет? Ну, это уже не ко мне вопрос. Тебе это интересно в рейтинге, как стоишь, что как? Много сероамериканцев уже интересуются тобой. Ты в топ-3 по-моему входишь? То есть, ну, есть шанс вообще на топ-1, может быть. Дай бог все получится. Ты удивился этим слухом, которые возникли про маскигон? Что это было вообще? Ну, не слухи, они на официальном сайте написали о том, что ты к ним скоро присоединишься. У меня просто в один вечер, да, телефон без остановки пикал, звонил, не знаю, сообщения приходили. Я сам узнал только с интернета, с телеграмма канала. Да, ну, все равно интересно. Ну, это агент Макс Мульвер попросил там, что, типа, давайте опция такая. То есть, не то, что прямо уезжаешь туда, но если там… Мульвер, агент тут вообще при чем? Ну, агент договорился с клубом, что, типа, они готовы тебя принять. Сейчас же нету этого соглашения с ИХФ. То есть, ты можешь уехать… Там просто права мои обменяли как-то. А, в этом смысле. Агент вообще ничего не просил, это сам клуб выставил. А, то есть, они обменяли права и написали на будущее, что теоретически ты можешь быть у них теоретически. Да. Вот так. Но ты не собираешься, нет? Вообще, планируешь там ехать к ним на комбайны, все эти дела, это там целая процедура? Понятно, что это весной только, но… После сезона? Да. Ну, да, конечно. Получить какой-то сезона опыт, интереса. Смотришь НХЛ эту лигу? Конечно. Все игры смотрю. Есть какие-то клубы у тебя самые интересные? Не то, что прямо они тебя выбрали бы туда, но кто тебе нравится по стилю? Много. Сейчас скажешь, да, они там отреагируют на это. Но, опять же, ты смотришь уровень лиги. То есть, ты говоришь, что в КХЛ мог бы спокойно играть. В НХЛ что надо тебе изменить, что надо прибавить в чем? Реакции? Я в этой лиге еще не играл. И, как я не могу точно сказать, надо выйти и попробоваться для начала. Ну, я тоже думаю, что дело времени там тоже смогу играть. По физике подкачаться, да? Но, с другой стороны, сейчас мы разговаривали с тренером. Он сказал, что… Или он советовал тебе это? Ну, по крайней мере, нам журналистам сказал, что тебе надо вес снизить. У меня все хорошо сейчас. Я говорю, что наоборот, люди подкачиваются, чтобы в мужском хоккее окрепнуть. Он говорит, чем ниже вес, тем лучше играть в центру. Как ты сам воспринимаешь это? Я не знаю, мне комфортно и меня все устраивает. Сколько у тебя сейчас? 90? Достаточно. Ну, в силовой борьбе как тебе? Да нет, это вообще легко, не проигрывая вообще никак. Ты с Овечкиным уже пересекался, да? Он приезжал, по-моему? Да, видел здесь. Что он тебе сказал? Какие советы? Тоже просто работай, ни о чем не думай и все получится. Потому что ты похож на него по типажу, ну, разное амплуа. Но он таким же, я помню, в твоем возрасте был такой коренастый, то же самое. Ему никто не говорил про лишний вес. Он вошел сразу, там, 10 хитов в первом матче, дубль. Вот насколько важно войти в лигу с такой распахнутой дверью? Да. Это опять же будет потом, 27-й год, наверное, да? Контракт для 27-го у тебя? Поживем и видим. Пока я ничего загадывать не буду. Ну, последнее. Насколько сейчас ты плотно следишь за «Динамо»? И, может быть, все-таки есть шанс, что они тебя пригласят? Конечно, все игры смотрю, слежу. Кайк без этого. Спасибо тебе большое. Николай, товарищ, прежде что комментарий по игре? Ну, по игре есть игра, есть материал. Посмотрим, что у нас не получилось в игре. Есть моменты, которые мы ребятам после игры сказали, что нужно реализовывать свои моменты. Без забитых голов тяжело играть в обороне. И нужно ценить те моменты, которые мы создаем. Вот. Так ребята-то отдавались. У нас был маленько излеченный состав в силу своих причин. А завтрашнего дня уже будет он полный. И к турниру в Питере 7-го числа мы подойдем в полный боевой и покажем уже совсем другой хоккей. Ну, понимаете, что это золотое поколение у нас? Потому что, пускай они не играют на молодежном чемпионате мира, но все эти ребята, как Демидов там разрывает КХЛ, Мечков в Филадельфии богом стал и Рябкин. Это чувствуется как тренер? Что действительно очень хорошее поколение подошло? Ну, есть еще и Артамонов, есть еще и Силаев, это те пацаны, мы к ЭХЛовцев даже не приглашали. Это ребята, которые сейчас играют в ЭХЛ, которые в МХЛ на ведущих ролях. Поэтому поколение нормальное, хорошее, с ним надо плохо работать и все. Если бы была возможность играть на международных турнирах, насколько она могла быть успешна эта сборная? Ну, с одной стороны, это, понятно, вопрос на фантазии, но с другой, чтобы как профессионал оценил потенциал этого поколения команды. Ну, я думаю, и не затерялись бы, это точно. И всегда Россия находится на ведущих ролях, поэтому быстро бы подстроились, перестроились и показали бы свой хоккей. А вам сложно настраивать этих ребят сейчас на матчи с соотечественниками? Потому что люди все-таки попали в такую сложную ситуацию, у них нет конечной цели сейчас, у них поколение, нет чемпионатов мира, некуда стремиться. Вот как их мотивировать, как их настраивать на такие матчи с белорусами, с Россией Ю-18 и так далее? Ну, если они спортсмены, они сами должны настраиваться и выходить на тот, показывать свой максимальный уровень, потому что кроме сборной есть еще и клубный уровень, который они должны поддерживать. Например, КХЛ это, я считаю, вторая лига вообще в мире, и ей нужно соответствовать, поэтому на них смотрят и скауты смотрят, и тренеры сборной смотрят, и тренеры клубов смотрят, поэтому здесь еще одна мотивация такая тоже существует, раз нет международных матчей. А чем именно такие матчи помогают ребятам развиваться? Ну, все равно это поиграть среди лучших игроков сборной, там, например, Белоруссии, в Белоруссии неплохая команда, и Казахстан тоже это, почувствовать свой уровень, показать себя, все равно все международные эти матчи со сборной, они накладывают свой отпечаток, это не клубные уже игры, это не игры там в МХЛ, это не игры КХЛ, это уже все равно другое здесь, они, там, например, если в КХЛ брать, они все равно не нужны, в следующих ролях ребята, а здесь нужно в сборной показать, что ты лидер, что ты можешь повести за собой, ну, здесь вот такой вот, как бы, мотив. Насколько конкурентоспособна сборная Белоруссии и Казахстана в свой казахстан категорик, с которыми вы сейчас будете играть, изучали? Ну, мы это все равно примерно знаем, и их уровень знаем, потому что и весной играем, постоянно играем, поэтому он уровень знаком, просто не будет, просто не будет, нужно, я говорю еще раз, вот у нас есть завтра-послезавтра, и 6-го числа, вот, 3 дня, потренируемся в полном составе, и будет все нормально. Какая у вас реакция на то, что Рябкин не дает шанса в московском Динамо, может быть, ему рано на самом деле, или все-таки вы видите, у него большой потенциал, что он может играть в КХЛ? Это, наверное, не ко мне вопрос. Ну, вы видите игрока в сборной, я понимаю, решение принимать тренер клуба, и это может быть неэтично, вам что-то говорить. Я не могу все видеть, потому что у меня есть своя команда, есть вот своя сборная, которой занимаешься талантливый пацан, насколько я вижу, надо маленько собой еще заняться, своим весом, так скажем, все, и пойдет все хорошо. Ну, он лидер в этом поколении? Лидер. А, Алексей Матчев, вы его как-то делили со сборной Ю-18, или это было бы то идеальное решение, что он должен играть за ту сборную сейчас? Да, он должен за ту сборную играть. У него, если он будет полегче, ему будет результативность повыситься, вы думаете, связано, да, напрямую? Или, может, силовой прием, люди же, наоборот, качаются в этом возрасте, чтобы быть готовыми ко взрослому хоккей, где много хитов, вот, ну, мы же как раз готовим их, психологически говоря, вы должны окрепнуть. Должны окрепнуть, должны, но, опять же, лишний вес, он есть лишний вес, да, он уже влияет на мышцы, на связки, на сухожилия, на суставы, и здесь он, как раз вот, называется, лишний вес, а когда он играет позицию центрального нападающего, все-таки нужно помогать и в защите его обороне, на это все равно выносливость нужна, а лишний вес он не дает это. Баланс надо искать вообще. Ну, само собой. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.